Что бы не делали, а сбросить жир не можете. Однозначно принимать любым людям полным пикаленат хрома. Можно купить в аптеке. А теперь внимание, маленький подраздел. И назовем его так. Фруктоза и глюкоза, проводник гормон инсулин, инсулины крахмалы, сахар, жир и энергия. Как запасается жир? При снижении жировой массы тела, чтобы кожа не свисала складками, необходимо, чтобы у вас не было дефицита серы. Заедание проблем, поощрение себя едой, чрезмерное наслаждение от еды. Это большие ошибки. Не допускайте их. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я рад вас приветствовать на моем канале в рубрике «Век живи, век учись». У меня уже было длинное полуторачасовое видео на тему лишнего веса и ожирения. Оно собрало более двух миллионов просмотров. Однако оно длинное по нынешним временам. И я решил сделать короткое, но не менее ценное, информативное, очень важное видео. Я расскажу вам самое главное, но достаточное для решения проблемы лишнего веса. Сегодня из данного видео вы узнаете о реальных причинах ожирения лишнего веса. Как образуется жировая ткань и почему. Как питание влияет на лишний вес и к чему он лишний вес приводит. Почему же ожирение началось массово в мире примерно с 70-х годов прошлого века, а с 90-х нарастает как снежный ком. Что такое самообман и отговорки в этой связи психология вопроса? Что такое реальный и мнимый голод? Что такое аппетит? И нужно ли голодание? И тогда какое? Соль, сода, хром, отеки. Но главное, я расскажу и вы поймете, как точно на 100% похудеть, убрать лишнюю жировую массу без вреда для здоровья, а напротив, с его приобретением. Итак, слушайте. Ожирение, безусловно, это болезнь. Вот скажите, жир это материя, ну, вещество? Без сомнения, конечно же. Потому причина излишней жировой ткани, это не что-то необъяснимое, потустороннее, непонятное. Это не гормональное, это не кара божья. И не прочие отговорки, которые люди находят, лишь бы ничего в жизни не менять, по сути. А это всегда количество излишних калорий, которые переходят в жировую ткань, как механизм я кратко объясню позже. Так вот, это всегда излишние калории, полученные из пищи и трансформированные в жировую ткань. А жир это и разные болезни, это и ускоренные обменные процессы. То есть, по сути, это ускоренное старение, это изнашивание организма. Вы просто ускоренно, самолично сжигаете свою жизнь. Вы что-то слышали о низкокалорийном питании? Что оно всегда, у любых видов животных, продлевает жизнь. И это на 100% установленный научный факт. Ожирение детей страшная беда, которой не было никогда ни на Руси, ни в России, ни в Советском Союзе, да и ни в других странах мира, пока человек вел естественный природный образ жизни. Сейчас в развитых и даже уже в развивающихся многих странах, куда пришли пищевые привычки белых людей, в среднем у 15% мальчиков и 20% девочек есть ожирение, и до 40% детей имеют лишний вес. А это и рост, и фактор диабета, и сердечно-сосудистых заболеваний, и фактор больных суставов, и других болезней, и ослабление иммунитета в целом. Думают многие люди до сих пор, мол, ожирение, ну это что-то от природы, или от нерешенных медицинских проблем каких-то. Нет, причина одна, это неадекватное, неестественное питание. Говорят, обмен веществ нарушен. Мол, у меня неправильный обмен веществ. Это что, мантра такая? А что за этим стоит? Отчего обмен веществ нарушается? Или с гормонами не в порядке, гормональные сбои? Отчего происходит гормональный сбой? Может быть от природы? Может быть так заложено в природе? Нет, природой заложено. Ну или богом, кто во что верит. Идеал, матрица, абсолютное здоровье и идеальное состояние организма. Отчего происходят вот эти нарушения обмена веществ гормональные? От неправильного и продолжительного во времени неадекватного питания. То есть питанием с высокими калориями, со всякими трансжирами, канцерогенами. Ну, про рафинированный фастфуд я и не говорю, что вполне естественно. Помните, организм не вечен, и запас его жизненных сил, ресурсов ограничен. Исторически наши предки ели простую еду. Помните пословицу, щи, ды, каша, пища наша? И таких пословиц было много. Проще паренные репы и так далее. Вспомним разные описания, чем питались русские люди, которые в своих заметках, записках оставляли разные послы иностранных государств при Борисе Годунове, при Иване Грозном и так далее. Все одно и то же. Простой русский мужик, писали они, ест самую простую пищу, которую сам же и выращивает. Пилюлями докторами не пользуются, живет 100-120 лет, а при дворе бояре и дворяне. Едят изысканные блюда, пользуются пилюлями и заморскими докторами, и живут недолго, и умирают от болезней. Сейчас все стали жить хорошо, и не живут плодами своего труда на земле, и не трудятся так, как трудились наши предки. Радуются от такой своей жизни, нынешней, которую они так любят и отстаивают. Ну и потому нет ничего удивительного, что болезни молодеют, болезней больше, и в том числе, безусловно, ожирение. А толстые люди долго не живут, а тем более в современном мире, когда других проблем тоже много, и других факторов, которые ослабляют иммунитет, и убивают человека раньше положенного времени. Жир – это и скачки сахара, и инсулина в крови. Это повышенный сахар, со всеми последствиями, вплоть до сахарного диабета второго типа. Излишний жир – это и атеросклероз, и стенокардия, а значит и ишемия, ну а и не загорами, и инсульты, и инфаркты. Ничего удивительного. Это и артериальная гипертензия, то есть повышенное артериальное давление. Это и плохое заживание ран после операций, долгое восстановление после болезней, это и больные суставы, и куча других болячек. Слышали выражение? Хорошего человека должно быть много. Дешевка – это пошлая отмазка и самообман. Это дешевая психология, потакающая вредным привычкам. Это самозабвение через самообман. Ожирение – это личная беда человека, даже если он это не осознает. Это и беда государства, если государство заботится о здоровье народа. Пропаганда ЗОЖ – это обязанность государства. А медицина должна быть профилактической, информационной, с детского сада, со школьной скамьи. И, конечно, заканчивая трудовыми коллективами. Определитесь, чего вы хотите, честно себе скажите. Дольше жить, быть здоровее, подвижнее, энергичнее. Или жить для еды. Ну, чтобы было вкусненько и вредненько, разумеется. Надо убрать из жизни порочные зависимости, уже переросшие у большинства в аномальные потребности. Майя Плесецкая, как говорила, грубо и правильно. Жрать надо меньше. Вот скажите, во время войны Великой Отечественной были жирные люди? А до 60-х годов прошлого века это практически нет? Во время войн, когда недообжирание, когда идет мобилизация всего организма, внутренняя собранность, как писал великий русский ученый-академик Федор Григорьевич Углов, даже хронические болезни уходили куда-то. Углов описывал в своих книгах, как трудно оперировать толстых людей, когда даже лишний сантиметр жировой ткани и худшее, дольшее заживление, возможные последствия негативные, некрозы и так далее, осложнения, застойные явления. Помните выражение «Голод не тетка». Мол, это плохо. Типа голода не должно быть. А ведь голод – это естественное состояние, периодическое. Любого живого существа в природе это нормально, и это возможность очистить организм, мобилизовать силы, ресурсы освободить, залатать дырки, до которых у организма просто руки не доходили, до второстепенных проблем. То есть хронических, отложенных. Так вот, пословица-то эта искореженная, неверная, неполная. А полностью она звучит так. Голод не тетка, а мать родная. Голод – это и очистка, и перезагрузка организма. Существует множество методик лечебного голодания. Я расскажу вам и дам совет в конце этого видео, очень важный, на эту тему. Итак, честно спросите у себя, я ем, чтобы жить, или живу, чтобы есть? Это два принципиально разных подхода к жизни. И, соответственно, два пути жизни, которые вы для себя выбираете. Подумайте, вам есть что-то хочется из-за того, что вы действительно недополучаете каких-то питательных веществ, а вам это необходимо. Или вы едите и хотите есть вновь и вновь постоянные из-за вкусовых усилителей, из-за пищевых наркотиков. И я сейчас говорю не о пищевых улучшителях вкусов, об этом и речи нет, понятное дело, разные нитриты натрия и так далее. А я говорю сейчас о соленом, сладком, о таких вкусах, которых в природе просто не существует. То есть о том, без чего современному человеку, с детства питающимся неправильно, без чего что-то есть уже просто невкусно. Вот она психология. Вот то, о чем люди даже не задумываются. Про углеводы, жиры, калории и кето-питание я расскажу чуть дальше. Это интересная и взаимосвязанная тема, нужно каждому это знать. Излишняя жировая ткань в организме это не только энергия и вода, но это еще и токсины, законсервированные в жировой ткани, которые просто не могут вывестись из организма нашими выделительными системами при их неполной, неадекватной, неправильной работе. Жир – это способ консервации энергии, действительно так. Но также и излишней воды, и токсинов. А если при этом еще излишняя соль, то не удивляйтесь, отеком. У меня есть два видео про отеки, ног и лица. Нужно обязательно пить много воды, но не напитков, а настоящей воды. Помните, вода – это растворитель, в том числе ядов, токсинов, в общих процессах биохимических, метаболических организмов. А любые напитки – это раствор. Помните, раствор и растворитель – это разные вещи. Если между молекулами воды уже что-то растворено, это уже не растворитель, это раствор. И такая вода в составе чая, компота, морса и так далее, не будет работать как растворитель. Поэтому все долгожители, сверхдолгожители, пили в основном только воду. Вода, конечно, должна обладать определенными физико-химическими свойствами. Об этом у меня много видео на канале в ютубе. В наши дни, как воздух, как вода, необходима вода с повышенным содержанием молекулярного водорода, растворенного в воде, и свободными электронами, то есть отрицательным ОВП. В идеале она еще должна быть с низким коэффициентом поверхностного натяжения. 40 дин на квадратный сантиметр. Но захотите разобраться? А это все очень просто. Посмотрите хотя бы мою лекцию общую о физико-химических свойствах воды, где я для телевидения в свое время интервью давал, и про прибор Аквапен. Идем дальше. Тысячи диетологов сейчас придумывают, перекладывают из пустого в порожнее, запутывают людей, да многие из них сами ничего не понимают по сути. Заманивают к себе всякими хитростями. Как сбросить жир, как убрать живот, бока там и так далее. Быстро, просто, без изменения питания там и так далее. Нет, дорогие друзья, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Это дешевый самообман. Можете попробовать еще раз на те же грабли наступить, еще кому-то обратиться, еще не надо никому обращаться. Я вам сейчас вот это бесплатно даю информацию, и вам никакая больше другая информация по этой теме просто будет не нужна. Вам главное это все осознать, понять, это все очень просто на самом деле. Без кардинального изменения питания сбросить лишний вес и не набрать его вновь потом будет невозможно. Придется над собой потрудиться, ничего страшного. Ведь данными мерами вы не только вес сбросите лишний, но и здоровье себе прибавите. Потому слушайте эту мою лекцию внимательно, и потом я советую, смотрите второй раз, ставьте на паузу и конспектируйте. Тогда у вас как пазлы сойдутся в единую картину понимания. И тогда, если вы все учтете и примете к сведению, к жизни, то будет у вас результат на 100%. По-другому просто и не может быть. Просто невозможно. Кстати, задайте себе вопрос и честно на него ответьте. Чувство голода у вас настоящее? Когда говорите вы, что голодны? Или у вас просто хорошо натренированный желудок? У большинства просто натренированный, расширение объема желудка, плюс психологические, ну и наркотические зависимости. Вы слышали такое выражение, что еда это наркотик? Да, наверное, сами знаете. Про шутки-то ночью из холодильника еду тягать от многих сатириков и из анекдотов слышали? Отчего же формируются вкусовые пристрастия и жажда еды? Это вкусы, соль, специи, жарка, канцерогены, образующиеся новые соединения, которых нет в природе, которые воздействуют наркотическим образом на человека. Это и масла, и другие вещества. Такие видоизмененные и усиленные вкусы в природе не встречаются. Но они быстро порабощают и заставляют верить в то, что раз вкусно, значит это нужно и полезно. Но это самообман. Жир, получаемый из пищи, это энергия. Энергии и калории из жира больше, чем из углеводов получает человек. Кстати, голод это не то чувство, когда вы 5 часов не ели и говорите аж журчит, бурчит, голод, есть хочу. А голод это когда уже нет запасов гликогена. Вы в курсе, что на лечебном голодании на третий день, ну у кого-то на второй, на третий, проходит то мнимое чувство голода, которое вы по своему самообману и незнанию принимали за голод. Истинный голод это совсем иное. Употребляйте, пожалуйста, эти термины адекватно. У меня есть лекция печени, большая, и о ожирении. Посмотрите их потом, я рекомендую. Много узнаете важного и полезного. А есть еще одно выражение аппетитно гулять. А зачем его нагуливать? У вас еда, что для удовольствия, но правильно говорить для наслаждения. Жаль мне таких людей, для чего же они живут? Праздники, дни рождения, надо обязательно до отвала наесться или наесться впрок. Слышали про такое? Не должно быть исключений. Абсолютно. Это ненормально. Это против стабильности, против правил естества. Ведь человека с детства приучают есть так. Ребенку надо расти, говорят толстые, как правило, бабушки. Кстати, заметьте, именно толстые бабушки так рьяно заботятся о том, чтобы дети с толстыми щечками и подбородками были накормлены и не теряли своих округлых форм. Ребенку-то надо расти, это верно, но вот только не в ширину, как мне кажется, да? А вы как считаете? Толстые щеки, говорит, признак здоровья. Ну, это в больном воображении, да, может быть. Был у меня школьный товарищ Анатолий Бабурин. С детства раннего он был толстый-толстый, мама у него была толстая, и вроде бы проблема семейная. А с чего она семейная проблема? От того, что ему давали в школу дополнительный паёк родительский, где был батон хлеба белого, разрезанный пополам, и там лежали колбасы, сыры и всё остальное. Ну, то есть еда в плане даже объёма и калорий на десятерых. Вот она правда жизни. Потом он стал курить, употреблять алкоголь, как многие люди, ну, а умер от инфаркта в тридцать с небольшим лет. Так есть надо всё-таки для чего, чтобы жить или напротив? Ну, выбирайте, выбор-то за вами всегда. Только вот самообмана не нужно больше никогда. Будьте честны перед собой, не позорьте звание человека разумного. А ещё говорят, мол, генетика, что же тут поделать? Ну, пусть даже так, хотя это неправда. И что же тогда по этой логике расслабиться и понеслось, то есть жри до упаду? К чему такие дешёвые отмазки? Это что вообще за контраргументы? Наследственность? То есть папа, мама, я счастливая и толстая семья? Всё дело в том, что генетика здесь вообще ни при чём. Это дешёвый популизм и самообман. Потому мама толстая в семье или бабушка, что ела макароны с картошкой, со сметаной и так далее и потребляла больше энергии в разы, чем тратила. И той пищи, что вообще не нужна для жизни, которая содержала столько калорий, по сути, энергии, которую организм не потреблял, а частично запасал в виде жира, а столько энергии не тратил. Помните, ещё с 80-х годов гиподинамия, отсутствие необходимого количества движений и траты калорий, энергии, отсутствие труда на земле, в лучшем случае трудозаменителя в виде спорта. И пока активно человек занимается спортом, но питается при этом всё-таки неадекватно, неправильно, он худощав и мышцы есть, но перестаёт заниматься активно спортом. А есть продолжает так же. Неправильно, ну по факту это выясняется, что неправильно он питался. Коли перестав заниматься спортом, он моментально начинает трансформироваться из человека в некий пузырь. Никогда больше применимо к ожирению не говорите про наследственность, а говорите про семейное неадекватное высококалорийное питание. Это будет честно. Это нарушение обмена веществ от неестественного питания в огромных количествах и при этом при дефиците ещё очень важных некоторых питательных компонентов, о которых я расскажу вам чуть дальше. Вот ещё одна идиотская поговорка. После сытного обеда полагается поспать. Это что же вы такого съели, что вам хочется после еды, которая даёт энергию, должна давать, хочется поспать. То есть вы не получили энергию из пищи, а напротив вам не хватает энергии на процесс пищеварения. Ужас! Вдумайтесь, люди, что вы с собой творите. Пищевая химиндустрия ещё один очень важный фактор. Но вообще Бог создал пищу, а дьявол кулинара, помните об этом. Поэтому абсолютно правы те, кто говорят, что пища должна быть самая простая, с чего мы начинали, щида каши, пища наша, по сути. Помните о том, что жир бывает не только визуальный, подкожный в виде складок, наростов, изменений пропорций тела, деформаций по сути тела, но ещё может быть висцеральный, то есть жир внутренних органов. И вот это самое страшное. Такой жир может быть даже не очень у толстого человека. Помните, излишний висцеральный жир, это снижение тестостерона у мужчин, это много других проблем, например, сердце в первую очередь. При любом ожирении самая большая нагрузка ложится на сердце, на наш насос, также на почки и на печень, на наши фильтры организма. Ну, про атеросклеротические бляшки я говорить сегодня не буду. Недостаток йода тоже большая проблема. Проблема с щитовидной железой это и проблемы с излишним весом в том числе. Особенно после родов у женщин, которые неадекватно питаются, которые имеют дефицит йода, у них, как правило, начинается та или иная проблема с щитовидной железой. А гормоны щитовидки это что? Это белок и йод, если упрощенно говорить. Некоторые проблемы с щитовидной железой влекут за собой другие проблемы гормонального рода, но уже вторичные. Некоторые из которых усугубляют ожирение, не дают расщепляться жиру. Есть такая водоросль фукус. Она отчасти обеспечит организм всеми необходимыми микро и макроэлементами и решит эти проблемы и с йодом и с нехваткой других элементов. Обязательно посмотрите мою лекцию дисбактериоз. Противозачаточные средства вреднейшая штука. Это в том числе фактор роста жировой ткани. Ацетилсалициловая группа препаратов также фактор роста жировой ткани. Ну, например, парацетамол. Это стимулятор выработки жира. Для всех людей, тем более имеющих излишнюю массу тела, движение это жизнь. Необходимо движение на все группы мышц. От кончиков пальцев рук и ног до поворота тела. Ну, работа на все группы мышц. Потому что, помните, выделительное главной нашей системы организма это лимфатическая система. Посмотрите вот это видео мое. Только она в полной мере выводит из организма из межклеточного пространства всех клеток, всех групп тканей, органов яды и токсины. А работать она не может как наша кровеносная система, потому что у кровеносной системы есть насос сердца, а у лимфатической нет своего сердца. Но это сердце в кавычках лимфатической системы это наши мышцы. И невозможно качественная правильная очистка нашего организма, потому что лимфатическая система не будет работать в должной мере. Очищение печени и кишечника по морицу это хорошая вещь. А слышали такое выражение я и так ничего не ем. Ну а если проанализироваться, вдуматься в то, что человек говорит, ну если бы ты дорогой друг ничего и так не ел, то ты бы не толстел и худел бы. Ну вот в концлагере человека такого посадить, ну предположим, вот такая страшная мысль. Как вы думаете, он там похудеет? Да непременно похудеет. Значит, что он глупости говорит, что он и так ничего не ел? Конечно глупости. Он же калории не считал, ну по сути как бы эквивалент энергии. Я ем салатики, а масло в салатиках есть, а авокадо, а орешки. Ну вот и все. Одно дело, если он много жиров ест со знанием дело, то есть в рационе общей методики кето-диеты, это одно дело. Но когда он ест и быстрые углеводы в течение дня, и жиры, кето-диета не работает, потому что в организм поступают быстрые сахара. И неважно, из какой пищи они к вам поступают. Конечно, в любом случае надо есть больше зелени, овощей и меньше фруктов. Если вы хотите похудеть, снизить массу тела, а то у меня даже видео такое было про одну орущую дамочку, которая рассказывала про свою подругу преподавателя йоги, которая потолстела, питаясь одними фруктовыми соками. Теперь вы понимаете, почему это произошло. Ну вы же понимаете, что сдуру можно, как говорится, что угодно сломать. Это как была еще одна взбалмошная дамочка, которая питалась несколько месяцев только зеленым луком. И ей стало плохо. И поэтому она сделала вывод, что зелень вредна для здоровья. И есть же такие люди. Еще одна проблема это синдром дырявого, перфорированного, раздраженного кишечника. Тогда, чтобы вы не ели, даже пищу, в которой много важных, необходимых питательных веществ, вы в этих питательных веществах можете испытывать дефицит. Именно по причине синдрома дырявого кишечника. Почему, что да как? Посмотрите эту мою лекцию синдром дырявого кишечника. Едите жиры, обязательно ешьте чеснок. Это сильнейшее желчегонное средство. Это крайне важно. Желчь участвует в липидном обмене. Так же, как и фермент липаза, который выделяет поджелудочная железа, который вместе с желчью, по общему желчному протоку, выделяется в 12-перстную кишку и так жизненно необходимы для нормальных обменных процессов по расщеплению жиров. Золотое правило. Надо медленно жевать любую пищу, какую вы едите. Чем мельче разжевываете, чем дольше жуете, тем эта пища легче потом усваивается. Меньше на нее требуется ресурсов организма, в том числе ферментов. Тем здоровее в конечном счете вы будете. Это очень правильное правило всех долгожителей. Медленно есть и долго жевать. Есть и не отвлекаться. Я глух и нем, когда я ем. Золотые слова. Если вы будете долго разжевывать пищу, медленно есть, то тогда насыщение произойдет по сути быстрее. Если наглатываться пищей, то вы съедите гораздо больший объем пищи, чем съели бы, если бы жевали дольше и ели медленнее. Насыщение это происходит в том числе во времени, а не только от объема и качества съеденной пищи. Конечно, для толстых людей с излишней массой тела, живое питание, то есть веганское сыроедение это идеальный вариант. В Америке, например, есть даже специальные школы, пансионаты, где людей излишне жирных, даже которые весят 200-300 и более килограмм, переводя на естественное питание и образ жизни, оздоравливают. И человек, который весил 300 килограмм, возвращается с массой 70-80, подтянутый, молодой, по сути, человек. И не надо удалять часть желудка. А вот как справиться с булимией, а это очень просто. В самом конце этого видео я дам вам наметку, что конкретно и где в моей другой лекции посмотреть, чтобы вы поняли, как после этого изменится привычное чувство жажды еды. наука фунготерапии, то есть наука о лечебных свойствах высших баздиальных грибов тоже имеет в своем арсенале хороший набор. Это шитаки водорастворимая форма, митаки в капсулах и трутовик лиственничный. Под этим видео, которое вы сейчас смотрите, будет ссылка на данный набор «Что, как, да, почему». Еще одна глупость человеческая. Организм требует, говорят пухлые люди аж трясутся. Что он требует то у вас? Пищу? А какую пищу он требует? И он ли требует ее? Уверены, что организм требует? Не вы хотите эту пищу, вашу привычную любимую, не организм, а паразиты хотят ее. Кишечные патогенные микроорганизмы хотят, без которой они погибают и посылают вам в мозг сигнал «хочу жрать, давай есть», а вы это трансформируя неадекватным образом считаете, свято верите в то, что это организм хочет. От некоторой пищи есть и наркотическая зависимость, ну как от мяса, например, морфины в головном мозге образуются, аналоги таких веществ, как героин и зависимость от еды, некоторые, особенно мясной, огромна. Ну и правда, она быстро проходит, особенно при лечебном очистительном голодании. Так вот, организм требует, это грубо говоря, условный рефлекс на определенные факторы, на определенную пищу. Какие же, например, условные рефлексы? Ну вспомните, современный кинотеатр равен чему с запада к нам пришло попкорн, кола и так далее. Не так ли? Я не буду говорить, сколько сахара в одном стакане колы и прочие банальные вещи. И какую страшно активную, изнурительную физическую работу вы совершаете, сидя на кресле, глядя на полотно кинопроектора. Ну а современные футбольные зрелища, это что? Пиво и хот-доги. Ну и все в таком роде. Грубо говоря, извращенное переосмысление слов, понятий и явлений нужных для правящего класса хлеба и зрелища. Ну вот что людям и нужно. Не разум, не мышление, аналитика, не системный анализ, а хлеб и зрелища. Так что запомните, организм ничего не требует. Но в результате таких требований организма что происходит? Переедание происходит, безусловно. Если не кино, то вот телевизор и нет нужды, дорогие товарищи, не ешьте. А впрок есть тоже не стоит. Никогда не наедитесь впрок. И это будет только работа организма на износ. Ну подумайте вы о завтрашнем дне. Не живите одним днем. Заедание стрессов еще одна проблема современности. Страшная пагубная привычка. И оправдание этому дешевое самоуспокоение выше описанными мною отговорками и поговорками. Пища, дорогие товарищи, это лекарство. А лекарство должно быть пищей, как говорил гений Гиппократ. Но вот какая пища лекарство? Естественное, человеческое, видовое. Досконально и подробно я об этом рассказывал в своей лекции 9 причин болезни. Ну и во многих других сейчас не буду приводить массу примеров. Просто смотрите мои лекции в ютубе у меня на канале не ленитесь. Это жизненно важно каждому. Еще раз подчеркну про значимость воды, а не напитков. У современного человека сильно закислены среды организма. И сода, про которую многие из вас слышали, в том числе как небольшой, но тоже важный фактор, может сыграть положительную роль. А вот как принимать соду внутрь и снаружи в виде содово-солевых ванн? Пожалуйста, не поленитесь и посмотрите мое видео сода и вы будете знать, как правильно и не сделаете ошибки. Соль имеет место быть в жизни человека, но чрезмерное количество соли несет вред. Тем более соль соли рознь. И обычная, тем более поваренная соль провоцирует задержку воды в организме, что влечет за собой в том числе и отеки. Посмотрите непременно мою лекцию про соль, как можно потреблять ее и какую в меньших количествах, каким образом, при этом удовлетворять свои привычные вкусовые пристрастия в соли. Такое оказывается возможно. Недостаток хрома, одного из важнейших микроэлементов, одна из главных причин лишнего веса и причин в том, что вы, что бы ни делали, а сбросить жир не можете. Однозначно принимать любым людям полным пиколенат хрома. Можно купить в аптеке. Сжигатели жиров не принимать никогда. Посадите почки. Нужно замещать жир мышцами. Физически работать надо. В идеале на земле, ну или хотя бы трудозаменитель где-нибудь дома или в спортивном зале, как безвыходная такая необходимая мера, вполне приемлема для среднестатистического горожанина. От занятий эспандером, отжиманий до пробежек, если есть такая физическая возможность на данном этапе вашего состояния. Но через силу заниматься физической работой на все группы мышц всех частей организма необходимость. Нужно заниматься решением каких-то важных задач, умственных, помимо физических. Заниматься любимым делом, гореть работой, и тогда просто не до еды будет. Ну, вспомните того же Ломоносова или любых ученых, занятых решением важной проблемы, которые могут сутками не есть, потому что просто отстань не до этого, говорят они своей жене, допустим, коллегам. Кто хочет их накормить, мол, долго не ест человек, нужно ему дать еды, чтобы были силы, а у него силы и без того есть. Баня, пот, это прекрасно, это выведение шлаков и токсинов из организма, безусловно, если нет противопоказаний повышенного внутричерепного давления и других. Велосипед, огород, дача, ну, в идеале жизнь на земле, конечно же, в труде, это прекрасно. Труд и активный отдых, как говорил академик Павлов. После еды должно быть легкое чувство голода, то есть из-за стола надо выходить с таким ощущением, что ты можешь съесть ровно такой же объем пищи, который ты уже съел за столом. Так совершенно справедливо говорил академик углов, а его этому научила его неграмотная мама-крестьянка. Помните, дорогие друзья, излишний вес жир-ожирение это всегда проблема сердечно-сосудистой системы, это огромные риски гипертонии и артериальной гипертензии, это в силу разрастания кровеносной системы микрокапилляров в жировую ткань километры капилляров это огромная нагрузка на сердце, на наш насос, это излишний преждевременный износ нашего мотора. И, конечно же, как я говорил, нагрузка на печень и почки. При большом животе происходит уменьшение вентиляции легких, ну, при давлении массы такой живота на диафрагму, при положении лежа на спине, чрезмерное давление на другие органы, если вы лежите на боку, а если давление на диафрагму происходит, что? Уменьшение вентиляции легких, а следствие этому гипоксия, а значит кислорода не будет хватать в полной мере главным двум органам как минимум, это мозгу и сердцу. А из-за недостатка кислорода в этих тканях могут произойти самые непоправимые ситуации, инсульты, инфаркты. по ишемическому типу. Помните, при ожирении любые легочные поражения переносятся тяжелее и с осложнениями. При нынешних вирусах, при ковиде 19, который поражает и дает осложнения на легких, это прямой путь в могилу. Сводят-то в могилу людей не сам вирус, а последствия осложнения на легких. И если человек толстый, то шансов не получить серьезнейшие осложнения у такого человека низкие. Ну и, соответственно, напротив. Но ведь проблемы не только в этом. У толстого человека обязательно есть или будут в ближайшее время проблемы с опорно-двигательной системой, с суставами. Ну массу-то какую носить надо на себе. Это и искривление позвоночника как следствие, особенно если плоскоступие есть. Помните, что норма веса человека, если это, конечно, не культурист, не супер-пупер спортсмен с огромными накачанными мышцами, то это всегда расчет одинаков. И врачи старые это всегда знали как дважды два. И тот же Углов об этом писал и говорил. При росте до 185 сантиметров это всегда минус 110. Ну, предположим, человек ростом метр восемьдесят. Значит, его норма веса 70 килограмм. Плюс-минус. Да, если толстая кость, если большие мышцы, конечно, он будет больше весить. Но за счет мышечной массы, а не жировой ткани. И Углов всегда говорил, что и в 25 лет я одевал тот же самый костюм того же размера, что и в 100 лет. И это нормально. И с возрастом уж точно человек не должен весить больше, чем весил в молодости. Меньше может за счет уменьшения мышечной ткани, но больше категорически нет, потому что это увеличение будет только за счет жировой ненужной ткани балласта для организма. Кстати, немного повеселю, а кого-то, к сожалению, может быть, а может не к сожалению, разозлю. Из-за жажды жить ради еды в последнее время придумали в том числе и такой идиотский, омерзительнейший термин бодипозитив. Бодипозитивчики такие. Это просто ужас, что с людьми творится. До чего они доходят в своем маразме от желания самоуспокоиться. И лентяйничать, ничего не делать, не трудиться над улучшением, совершенствованием себя. Толстушка такая прыгает, у нее 10 складок, но зато у нее бодипозитива хоть отбавляй. Итак, сейчас я вам скажу термин, мой термин, который отражает саму глубинную суть, что же такое это явление бодипозитив. Итак, если даже интересно, можете даже потом выписать этот термин. Итак, бодипозитив это радость от дешевого самообмана из-за своей лени и слабости характера по поводу своего ожирения или иных отклонений от разума, культуры и гигиены адекватной жизни человека. Ну, потому что в понятие бодипозитив сейчас входят и всякие ужасы, о которых даже неприлично говорить. Но все это человеческая глупость, лень, доходящая до маразма, абсурда и глумления над званием человека разумного. Не помогли вам ваши диеты и упражнения? Так этого мало. Должна быть и жесткая диета, то есть рацион питания без сластей, то есть химических, синтетических, пекарских и сладостей, природных сахаров категорически. Или вы можете выбрать, пожалуйста, японскую диету, можно средиземноморскую, то есть низкокалорийную в любом случае с большим количеством зелени и овощей. А теперь внимание, маленький подраздел и назовем его так фруктоза и глюкоза, проводник гормон инсулин, инсулин и крахмалы, сахар, жир и энергия. Как запасается жир? Человеку, среднестатистическому, взрослому, нужно 1200-1500 килокалорий в сутки. Больше не нужно. Излишки энергии, излишки калорий всегда перейдут в жировую ткань. Если запасы в организме гликогена уже полные. Так как же это происходит? Очень просто. В нескольких своих лекциях я говорил, но сейчас кратко-кратко поясню. Итак, основным источником энергии для организма человека в том числе является глюкоза. Это моносахарид, который поступает с пищей, ну совсем сладким, к нам в организм. Или не совсем со сладким в виде полисахаридов, которые все-таки потом разбираются в организме до простых сахаров той же глюкозы. Глюкоза это основной источник энергии. Она запускает процесс гликолиза и цикла Крепса и обеспечивает организм быстрой энергии. Если в организм глюкозы попало слишком много, а для ее утилизации, проведения в клетку необходим проводник, это гормон инсулин, который вырабатывается островками Лангерганса поджелудочной железой. Нужная энергия в данное время тратится, а излишки, а они всегда есть, запасаются в виде животного крахмала гликогены, такой полисахарид. И как бы запакованная, концентрированная глюкоза в виде гликогена запасается в печени, в мышцах, а потом при надобности распаковывается и обеспечивает организм необходимой глюкозой. Но когда из пищи вы получаете слишком много глюкозы, энергии слишком много, организм ее запас и ее излишки переводят в жир. Это, если так говорить, просто и примитивно. Именно таким образом, именно только по этой причине нарастает жировая ткань. И это все неистраченная энергия в данный момент времени организмом, который ее запасает. А если человек постоянно питается таким образом, привычно, равномерно, когда он тратит меньше энергии, чем запасает, то эти запасы в виде жировой ткани всегда у него с ним родным и остаются вместе. И могут только нарастать, но не уменьшаться. Но в этой связи я должен вам сказать кратко тоже про кетопитание, про так называемую кетодиету. Дело в том, что у организма на самом деле есть два пути получения энергии для обеспечения биохимических всех процессов организма. Первое, это я сказал уже, это гликолисоцикл Крэпса за счет расщепления, преобразования простых сахаров в энергию. А второй путь это кетоз. То есть энергия получается за счет расщепления жиров. И такой тип питания, который называется кетопитание, если он адекватен, дает человеку определенные преимущества. Во-первых, нет скачка глюкозы, инсулина в крови, снижается нагрузка на поджелудочную железу, на все наши органы. Но работает этот путь получения энергии за счет расщепления жиров только тогда, когда не работает первый. То есть когда вы в свой организм не поставляете с пищей никакие быстрые углеводы вообще, то есть ничего сладкого, включая натуральные сладости, типа фруктов, ягод и так далее. Ну и соответственно при поступлении в организм различных жиров. Подробней, досконально я объясняю этот процесс, зачем и когда в каких случаях это может быть разумно, необходимо, перейти на кетопитание временно, на 2-3 месяца. Я рассказываю в своем видео кетопитание, веганская кетодиета, обязательно ее досконально посмотрите, проанализируйте. В этом есть в определенных случаях разумный повод перейти на такое питание. Но чтобы оно работало, это питание, необходимо не делать ошибки, которые многие совершают. Средний промежуток между этими питаниями это любая низкокалорийная диета. Для многих людей она достаточно. Но если человек имеет огромный излишний вес, то кетопитание здесь прекрасно, потому что как раз перейдя на него, постепенно организм научится расщеплять, как раз чтобы высвобождать эту энергию и собственные жировые запасы. При ожирениях кетодиета работает великолепно. И человек гарантированно снижает массу тела. Но надо при этом учесть и все то, что я говорил вам до этого и то, что я скажу сейчас далее. Кстати, в этой лекции про кетопитание я рассказываю про идеальный жирный так называемый салат, но который именно на низкоуглеводной, низкокалорийной диете работает изумительно и не даст набрать вам лишний жир, а напротив, ешьте обязательно как можно больше разной капусты. Вообще семейство крестоцветное это для вас. Разная зелень. Обязательно проростки. Очень советую проростки микрозелень брокколи. Посмотрите вот это видео про брокколи. Масла допустимы, но в разумном особенно кетопитании. На сыроедении, когда у человека пища в основном салаты овощные, допустимы и вполне положительны. Разумеется, лучше всего льняное масло. Впрочем, о маслах, об омега-3, 6 и 9 жирных кислотах я рассказываю подробно в своей лекции. Омега-3, 6 и 9 жирные кислоты. Посмотрите. Вообще, практически на любые темы у меня есть видео. Хотите узнать полную информацию о витамине Д2, Д3? Пожалуйста. В12? Пожалуйста. О куркуме? Ради бога. Просто в ютубе набирайте фролов и какую-то тему, о которой вы хотите узнать. Например, кровеносная система или почки, или как растворить камни в желчном пузыре, или как растворить камни в почках. Пожалуйста, найдете. Помните еще раз, что жить надо не для еды, а для чего-то более важного. Слабостью разумного человека быть не должно. Надо воспитывать свой характер. Конечно, это надо было воспитывать с детства. Человек, это правильно, должно звучать гордо, с большой буквы. Кстати, интервальное голодание очень хороший важный фактор, в том числе в снижении массы тела. Например, такое. До 14 или 15 часов дня вы едите с утра с раннего, но после 15 часов вы уже ничего не едите до следующего утра. То есть, грубо говоря, 6-18 есть такая разумная методика, но и она жизнью подкрепляется. Как говорил великий Суворов, завтрак съешь сам, обед подели с товарищем, а ужин отдай врагу. Народная мудрость, подмеченная на практике. И действительно, поджелудочная железа в идеале работает до 14-15 часов, а после хуже. И если такую привычку в раннем возрасте выработать, плюс 10-20 лет жизни обеспечены. Не сходили утром в туалет по-большому, не ешьте вовсе, пока не сходите. Долгое, лечебное, 21-дневное, 30-дневное голодание допустимо, но с определенными поправками, чуть дальше об этом. Ну, должен быть распорядок дня и режим. Утром встали, сделали все необходимые дела, правила гигиены, взвесились, если вы хотите выписывать, вести дневник по массе своей, но только надо взвешиваться до потребления еды и воды утром, всегда натощак. Потом выпили воды, необходимые добавки или препараты, дальше завтрак, есть надо в идеале не более трех раз в день, но эти приемы пищи должны быть богаты по питательному составу. К сожалению, в наши дни пища очень бедна, даже органическая, выращенная на экобиоплантациях. Почему так происходит? Об этом я объяснил, подробно рассказал в моей лекции «Лес и почва». Если захотите, потом посмотрите. Помните, печень регулирует жировой обмен. Берегите печень. Вы можете пройти курс с расторопшей. Семена расторопшей это лучшее гепатопротекторное средство. Ну, на самом деле и гриб-лисичка, гриб-трутовик-лиственничный тоже являются прекрасными гепатопротекторными средствами. Рекомендацию я дам в конце общую. Чтобы были чистые эластичные сосуды, пикногенол, экстракт косточек винограда, отличное средство. Не допускайте высокого, плохого холестерина. Анализы крови нужно делать иногда. При снижении жировой массы тела, чтобы кожа не свисала складками, необходимо, чтобы у вас не было дефицита серы. Органическая сера содержится в больших количествах в белокочанной капусте, в брюссельской капусте, брокколи, бокчой, в луке, в горохе, в спарже, в разной зелени типа кейла. Помните, питание должно быть от голода и не чрезмерное. Заедание проблем, поощрение себя едой, чрезмерное наслаждение от еды это большие ошибки. Не допускайте их. Питательные добавки в наши дни к обычному рациону питания должны быть приложены. Но помните, что еда должна быть простой. Вкусы меняются уже завтра и сегодня то, что вы представить не могли, завтра становится естественным для вас. Ведь формируются не только плохие, но и хорошие привычки. Кстати, у кого живот выпирает вперед и свисает как бы на ремень, как правило, это яркий показатель наличия в организме и в кишечнике ленточных червей, например, бычьих цепней или широкого ленца, ну и других. Дорогие друзья, каждому разумному человеку два раза в год необходимо проходить комплексную антипаразитарную программу. Это огромная проблема наличия паразитов. Они есть у всех. Вопрос в количестве, в видах, в местах дислокации. Непременно посмотрите хотя бы вот эту короткую мою лекцию о паразитах. Ссылочки будут под этим видео. Но если захотите, то и длинную потом. И вы будете знать об этой теме все. Ссылка на антипаразитарную лучшую рабочую программу будет в описании. По сути, вот она. Итак, подведем итог. Людям с излишней массой тела, жировой тканью нужно, во-первых, исключить из рациона все сладкое, не есть ничего рафинированного, канцерогенного, исключить из рациона вареные крахмалы, оставить и включить в рацион крестоцветные, больше зелени, овощей, репу, брюку, турнепс, корень сельдерея, стеблевой сельдерей, свеклу, морковь, различные виды капуст. Подробнее, в том числе, о перечне необходимых продуктов смотрите в двух моих видео. Кетопитание, веганская кетодиета и лечебное очистительное голодание. Дополнительно, супер пищу, супер добавки необходимо добавить в рацион следующие. Фукус в гелеобразной форме натив и только такой. Белую коалиновую глину на ночь, как энтеросорбент. Принимать препарат пиколинат хрома обязательно. Дозировка на упаковках всегда изложена. Принимать обязательный непременно цинк. Не поленитесь и это видео мое посмотреть. Принимайте куркуму, настоящую, качественную, с черным перцем, либо экстракт, выжимку из корневища куркумы. Это, разумеется, тоже все есть у нас на сайте. На нашем сайте вы можете все в одном месте это приобрести, если захотите, конечно. Брать семена брокколи и проращивать микрозелень, потреблять ее обязательно. Посмотрите эту лекцию про брокколи. Дополнительно, не обязательно, но желательно, я рекомендую принимать биокедр препарат и Т8 экстра. Очень рекомендую принимать препарат огневка про. Прочтите обязательно инструкцию по применению, зачем, для чего, что же она дает под этим товаром у нас на сайте. Ну и последние краткие выводы нужно сделать следующее. Не переедайте никогда, выходите из-за стола чуть-чуть голодным. Не ешьте никогда на ночь, да и вообще после 16.00 точно не ешьте. Ну, сначала после 18, а потом сокращайте и в идеале после 14.00, конечно же. Это в идеале. Не ешьте ничего сладкого. И когда приобретете нормальную массу тела, можете вводить фрукты сезонные понемногу. А основа питания овощи, орехи, зелень, корнеплоды различные, ну и тому подобное. Категорически не должно быть дефицита питательных веществ, важнейших для организма. Разумное и адекватное кето питание допустимо на определенный промежуток времени, 2-3-4 месяца. Антипаразитарную программу необходимо проходить два раза в год. И помните, что только травы не справятся с выведением всех гельминтов из организма. Изучите этот антипаразитарный набор. Посмотрите моё видео гриб-лисичка. Физическая работа, посильная, необходима даже через силу, когда трудно. Это залог выздоровления. Выработайте себе вот такую хорошую привычку. Конечно, нужно убрать стрессы, соблюдать режим дня, стабильность факторов и условий. Обязательно посмотрите мои лекции про сердечно-сосудистую систему и артериальную гипертензию. Тем более, если вас это касается. А толстых людей это всегда касается. Итак, напоследок вот что я вам скажу. Дорогие друзья, есть для слабых и ленивых людей одна уникальная схема, при которой вы сможете побороть свое нечеловеческое стремление к набиванию живота. Вы сможете избавиться от тех привычек в огромном потреблении пищи, которая у вас была до сего дня. При этом насиловать, что называется, психику свою и организм не придется. Может ли такое быть? Может. Итак, полностью смотрите и конспектируете мою лекцию, которая называется «Лечебное очищение и голодание». Вы поймете все нюансы. Ни одного вопроса не останется, уверяю вас. И действительно, если все сделать так, как я говорю, то после определенных процедур, вот это чувство жажды еды, оно просто исчезнет. А после курса лечебного очистительного голодания, у вас однозначно изменятся пищевые привычки и пристрастия. И тогда наркотическая, то есть химическая зависимость, а также психологическая уйдут. Уверяю вас, через это прошли тысячи людей. Еще один очень важный совет, важная информация. Знаете, что гормон роста, гормон гипофиза, это гормон, сжигающий жир. Но его количество, которое синтезирует организм естественным путем, снижается с возрастом. Его выработка в своем пике достигается к 20 годам и с 25 начинает снижаться. И тут начинается рост и животика, и боков у большинства людей. Знаете, что аминокислота аргинин усиливает выработку гормона роста? Эту аминокислоту можно принимать отдельно. А аминокислота трептофан еще усиливает этот процесс. После 25 лет стоит дополнительно принимать эти аминокислоты. Там огромное количество и аргинина, и трептофана. Идеальный вариант. И второе, пару слов о интервальном голодании в применении на практике. Этот совет очень поможет, особенно в начале пути. Или, если вам моя методика в лекции очищения и голодания будет тяжела к применению по какой-то причине, то можете начать с этого моего совета. Первые 3-4 дня ешьте 3 раза в день без единого перекуса. Последнее применение пищи не должно быть позднее 18.00. Через эти 3-4 дня перейдите на двухразовое питание и последний прием пищи, чтобы был не позднее 16.00. Ну а следующие 3-4 дня вы едите только один раз в день, и уж если совсем будет тяжко, то второй раз можете применять смузи либо зеленые коктейли, но без сладостей, без фруктов, а только овощи и зелень. Сама еда должна быть в первой половине дня и довольно-таки обильная с использованием жиров. Авокадо, масла, орехи и прочее. Жиры помогут продержаться дольше, потому что они очень энергоэффективные. Этот цикл можно повторить и постепенно таким образом вы перейдете спокойно на 1-2-разовое питание в день. Впоследствии оно может быть и трехразовое, но главное придерживаться очень хорошей, зарекомендовавшей себя формуле 6-18. Питаетесь до 14.00, потом до утра следующего дня ничего не едите. Почему это важно? Интервальная голода не допускает частого повышения инсулина. Если есть чаще или перекусывать, то количество инсулина в крови всегда высокое, а он, инсулин, непременно понижает уровень гормона роста. Есть такая прямая связь. И так вы никогда свой жир не сбросите. Так что дробное питание при снижении массы тела недопустимо. А голод, условный голод, то есть эти интервалы в питании провоцируют выработку гормона роста и снижают инсулин. Таким образом постепенно тяга к перееданию уйдет. Не сможете так, совсем слабы. Воспользуйтесь моим методом из лекции лечебное очищение голодания пошагово. Не с первой, так со второй попытки получится однозначно. Физические нагрузки посильные, при этом необходимы. Очень важно при этом высыпаться. Глубокая фаза сна должна быть непременно с 11 вечера до 3 утра, то есть в полном погружении в кромешной тьме, о чем я всегда в своих лекциях говорю, чтобы вырабатывалось достаточное количество еще и гормона мелатонина, очень важного для многих функций и задач организма. Если этого недостаточно, высыпаться не будете прилягте в середине дня на часок-другой. Помните, стрессы не дают сжигать жир. Не смотрите негатив по телевидению и интернету. Прогулки, природа, упражнения снижают уровень стресса. Ну а на этом все. Если вам это видео понравилось, полезно, ставьте обязательно пальчик вверх, лайк, подписывайтесь на мой канал. Кто подписался, но еще не поставил колокольчик, поставьте. Тогда вам будут на почту приходить уведомления о выходе моих новых видео, вы их не пропустите. Ну а также делитесь этим видео, помогайте распространять, вводить его в топ, чтобы помочь своим друзьям, близким и просто людям. Пересылайте его знакомым, друзьям, публикуйте в соцсетях, можете перезаливать на свои ютуб-каналы. Ну конечно с указанием моего канала как первоисточника. На этом все. Желаю всем вам честным, хорошим, здравомыслящим людям, крепкого здоровья и до новых встреч. До свидания.